Строительство новой насосной станции начнётся через 10 дней на пересечении улиц Староохотничья и Камышовая в посёлке Мирный. Место проектировщики выбрали по рекомендации местных жителей. Насколько процентов она предотвращает утопление посёлка? Она на себя заберёт где-то 40% воды, которая была, шла в одну точку. Мы разделим на две точки. А это обводной канал, на состояние которого неоднократно жаловали сочинцы. В своё время объект принадлежал Олимпстрою, затем его передали в федеральное ведомство. Но последний собственник за сооружением, мягко сказать, не следил. Город пытался своими силами расчистить канал после июньского наводнения, но практика показывает, что за этим гидротехническим сооружением нужен постоянный присмотр. Мы должны почистить и получить результат, потому что мы сегодня тратим бюджетные деньги. А почистить, я ещё раз коллеги подчёркиваю, такая работа не нужна. Но жители Мирного считают, восстановлением водоотводных каналов и увеличением их пропускной способности проблему затопления посёлка не решить. По мнению сочинцев, необходимо вырыть озеро для аварийного сброса воды. Теперь мне важно понимать, и первый вопрос, конечно, к вам. На самом деле это будет озером Надежды, и в дальнейшем мы избежим любых паутных ситуаций с посёлками Мирного. Или это мираж, который на самом деле в силу оплённых вещей жители недооценивают, и мы можем не получить того эффекта, который рассчитываем. Будут проведены дополнительные изыскательные работы. Для принятия решения проектировщикам дано две недели. Ещё одно проблемное место системы водоотведения Меретинской низменности – это устье реки Мзымта. Сюда же выходит и один из водоотводных каналов. При волнении моря здесь встречаются два течения. Одно с моря, другое со стороны суши. В итоге здесь образуется своеобразный водяной затвор, из-за которого уровень воды в канале поднимается на несколько метров. Предложение проектировщиков – построить водонасосную станцию, которая будет принудительно выдавливать воду из канала в море. Общая стоимость проекта новой системы водоотведения Меретинской низменности превысит 2 миллиарда рублей. Глава региона заверил местных жителей, что эту сумму выделят из краевого бюджета.